Добрый вечер, вы смотрите программу «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Несколько лет назад глава нашего государства Владимир Путин во время пресс-конференции сказал «Молодежь – это опора сегодняшнего дня и будущей России». Невозможно не согласиться с этим высказыванием. Будущее действительно за молодыми, активными и продвинутыми. За теми людьми, которые уже сегодня участвуют в общественной и политической жизни сел, городов, республики и страны. И сегодня у меня в гостях заместитель председателя молодежного правительства Якутии Кристина Жучкова, с которой поговорим о том, как работает молодежное правительство Якутии и какие задачи стоят перед молодежью. В целом, добрый вечер, Кристина. Здравствуйте, Ирина. Хочется начать нашу программу с приятного факта. В ноябре этого года на 15-м юбилейном съезде молодежных правительств России в Екатеринбурге правительство Якутии молодежное признали лучшими по результатам ежегодного рейтинга. Вот расскажите о том, как этот рейтинг строится, что оценивается. Во всех ли регионах есть молодежные правительства? Начну с того, что для нас эта новость тоже явилась очень значимым, знаковым событием. Мы не только стали первыми по России, мы второй раз берем первое место по Дальневосточному федеральному округу. То есть для нас это уже определенный показатель работы нашего слаженного коллектива. Сам рейтинг формируется, исходя из работы по кадровым вопросам, по реализации проектов, участия в грантовой деятельности, также взаимодействия со СМИ, и работа по молодежным администрациям, а также с ассоциацией молодежных правительств России. То есть там есть определенная таблица, определенные показатели, как бы что-то заполняется, вбивается и выводится общая сумма по регионам. К вопросу о молодежных правительствах, к сожалению, они пока что есть не во всех субъектах Российской Федерации. Где-то они возобновляют работу, кто-то начинает, кто-то как бы ищет точки соприкосновения. Как раз-таки на съезде Ассоциации молодежных правительств, который вот прошел, там определяются как бы векторы развития, как, что, куда движется молодежь, какая политика, какие тенденции новые, что, как бы, чем дышит молодежь, и как, собственно, вести ее дальше к развитию. Мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моей гостям можно позвонить в студию по номеру 841-12-42-14-39. Можно отправить сообщение в Телеграм на номер 8-914-235-0502. И можно задать вопрос через наше мобильное приложение, конечно. Чтобы его скачать, нужно отсканировать QR-код, который вы видите на экране, и в всплывающем, запустить эфир, и в всплывающем окне задать свой вопрос. Кристина, давайте вообще расскажем телезрителям и мне, в чем заключается работа молодежного правительства. То есть вы сказали, что не во всех регионах такое есть. Но я так понимаю, что в новых регионах, наверное, еще нету, так подозреваю. Вот когда это появилось? Вообще зачем это нужно? Ну, если уходить в историю, наше молодежное правительство берет свое начало с 2010 года. То есть это было решением тогда действующего правительства организовать такую инициативную группу, которая могла бы с позиции молодежи продвигать свои идеи, реализовывать проекты, то есть делать все на благо роста нашей республики. И молодежное правительство – это коллегиальный орган при правительстве. Мы больше несем консультирующую такую функцию, участвуем в общественных советах, в коллегиях, при министерствах. Это наша прямая обязанность, которую мы с удовольствием рады выполнять. Также это реализация проектов. Мы работаем по нескольким направлениям. Это проектная деятельность и аналитическая деятельность. Потом это работа по кадровому резерву, взаимодействие с муниципальными органами государственной власти, а также с молодежными правительствами других регионов. То есть это внешняя связь и имиджевая политика. А во всех регионах молодежное правительство примерно одним и тем же занимаются? Или везде по-разному? Потому что я помню, в Москве, кажется, было такое, что на день или на два дня молодежное правительство исполняло обязанности правительства Москвы. Да, такие акции действительно существуют, когда по решению правительства и молодежного правительства создаются такое, чтобы окунуться в настоящие задачи, в сферу госслужащих. Но единственное, что многие молодежные правительства, они состоят 50 на 50, либо 50-70%. Бывают это госслужащие. То есть это работа, которая им знакома, и, собственно, так легче работать, потому что структура везде, она как бы подразумевает. То есть это сами госслужащие, но они пока не в правительстве, а в силу возраста где-то на начинающих позициях? Ну, бывает такое, что уже они находятся в правительстве. Поэтому просто с позиции молодых так легче лоббировать проекты по молодежной тематике, по молодежной политике. Обращаясь как раз к тому, что вы упомянули, во всех ли регионах такое молодежное правительство. Общая концепция, она как бы есть, она обрисована, есть определенные задачи, структура, как должен работать тот или иной консультативный орган. Но везде, конечно же, оно изменяется в зависимости от региональных тематик, от вообще специфики, структуры. Кто-то начинает как совет, потом начинает как-то расти во что-то большее. Благодаря своим проектам заручаются поддержкой государства и так далее. Все в зависимости от определенной специфики. А состав он дублирует, так скажем, существующий Кабмин или нет? На примере нашего молодежного правительства мы стараемся эту же структуру предварить в рамках нашей деятельности. То есть у вас есть свой министр культуры молодежный, свой молодежный министр инноваций, свой молодежный министр спорта, молодежный министр молодежи? Примерно так, Ирина. Но у нас только это называется не министерство, а департаменты. У нас есть заместители председателя, и каждая из них курирует в той или иной области. Социальный блок, экономический блок, повзаимодействуют с внешней связью. И руководство аппарата есть. То есть секретарь и руководитель аппарата уже сам. А вы какой блок курируете как заместитель? Я курирую социальный блок, так как я являюсь первым заместителем. То есть я курирую работу в общем всех блоков работы. То есть вы такая, как Ольга Варяевна Балабкина, только первый заместитель. Вот, например. А как формируется состав этого правительства? Его создает правительство? Конечно же, это все проводится по согласованию с кадровым департаментом. Проводится отбор, то есть назначается конкурсный отбор. Потом по результатам этого конкурсного отбора, он как бы многоступенчатый. И сейчас мы эту систему каждый раз совершенствуем для того, чтобы в молодежное правительство входили действительно те, кто в будущем будут создавать такие флагманские проекты. То есть те, кто в будущем будут лицами республики, которые в будущем, возможно, благодаря своим качествам, умениям, компетенциям, войдут в состав уже, как мы говорим, взрослого правительства. Мы молодежное правительство, а взрослое правительство. И вот благодаря вот такому вот сложному, наверное, отбору формируется состав. Он состоит из 30 человек, и у нас есть еще резерв. Те, кто находятся в резерве, они, проявляя свои какие-то качества, участвуя в акциях, в проектах, они могут влиться в основной состав. Хорошо. Кто может стать членом вашей команды? То есть как принять участие? Ну, допустим, у нас сейчас кто-то смотрит, какой-то молодой... Кстати, молодой это до 30 или до 35? До 35 лет. До 35 лет, да. Ну, важно, конечно же, быть инициативным. Важно любить свою малую родину и хотеть привнести что-то лучшее с позиции молодого специалиста. Потому что у нас в молодежном правительстве каждый это специалист в той или иной области. Там экономики, кто-то есть историк, музыканты, ученые, медики. То есть и мы с позиции молодого, как бы такого подрастающего поколения, да, в профессиональном плане видим какие-то, может быть, что можно привнести, как улучшить ту или иную систему, да. И вот главное быть вот таким вот целеустремленным, действительно быть готовым работать, ощущая, что, возможно, как бы может и не быть каких-то таких больших поощрений. То есть все члены молодежного правительства это своего рода альтруисты, которые трудятся на благо своей малой родины. Но важно сказать, что это полностью общественная работа. То есть вы работаете на своей основной работе и помимо этого занимаетесь... Да. Это такая дополнительная общественная нагрузка, которая действительно, ну, не несет какой-то такой материальной оплаты. Ну вот и, допустим, человек вот, да, он сидит, смотрит, думает, да, вот Кристина все сейчас про меня говорит, я хочу. Что ему делать? Ну, у нас буквально, вот мы как раз-таки планируем объявлять дополнительный набор, для того, чтобы сформировать структуру молодежного правительства, дополнить какие-то блоки. И после объявления уже конкурса на нашем сайте, в Телеграм-канале, в сообществе, в ВКонтакте уже можно заполнять анкету. Она идет у нас по типу анкеты госслужащего. Она заполняется, потом подается определенный проект. То есть у нас заходит с какой-то инициативой. Заходит и в рамках второго этапа реализации проекта. То есть мы смотрим, кто из них действительно очень активный, действительно хочет сделать что-то на благо своей родины, страны. Он реализовывает какой-то проект, акцию, там, или вот что-то вот, что своими силами. А дальше уже... То есть не просто хочет построить карьеру, а действительно есть какой-то проект интересный. Да. И по результатам этого проекта мы уже дальше совместно с кадровым департаментом уже отбираем в состав молодежного правительства. А члены молодежного правительства, они все автоматически попадают в кадровый резерв или нет? Ну, как правило, в принципе, да. Но важно осознавать тот аспект, что не каждый член молодежного правительства попадает. Попадают именно те, которые проявили за время существования состава себя в какой-то проектной деятельности, грантовой деятельности и вот так далее. То есть нужно привнести что-то реальное, чтобы потом войти в будущее, как бы, скажем, резерв управленческих кадров. А есть примеры, кто из действующих или бывших, может быть, членов молодежного правительства сейчас уже трудится во взрослом правительстве? Вот у нас есть яркий пример. Это Андрей Александрович Сосновский. Это заместитель министра молодежи и социальных коммуникаций. Вот он сейчас буквально ведет деятельность, курирует как раз по грантовым конкурсам, по НКО, деятельность. Да, он здесь был в этой истории у нас, как раз по гранту рассказывал. Наш непосредственный коллега. Потом также Петр Петрович Бурнашов. Это председатель молодежного правительства. Он сейчас является заместителем в постпредствиях по Хабаровскому, в Хабаровском крае. И также, ну, это фамилия Маринычев, тоже наверняка о многом говорит. Это первый председатель молодежного правительства. Сейчас он является гендиректором Алроса. То есть, получается, Тимур Ханды тоже это. Можно даже не объявлять, наверное, это министр туризма, да. Предпринимательства и туризма. Предпринимательства и туризма, да. То есть, достаточно много кто. Ну, потому что, по всей видимости, так как осуществляется достаточно серьезный отбор тех, кто входит. И, соответственно, входят те, которые как бы хотят что-то сделать. И выходят тоже из состава лучше. И, соответственно, продолжают свою работу уже в госорганах или в подведомственных учреждениях. А вы тоже с каким-то проектом заходили в свою жизнь? Да, я заходила с проектом. Расскажите о своем проекте. Он назывался Art Trace. Сейчас мы его будем пытаться реализовывать совместно с Арктическим государственным институтом. Как раз в программе «Приоритет 2030». Это проект, направленный на поддержание, выявление молодых талантов в сфере творчества. Это проект по нанесению муралов на здания. То есть такие вот красивые инсталляции, которые вы, проходя по центру города, можете видеть. Это вот этот вот проект. Потом я заходила со множеством проектов. Они уже реализованы. Некоторые сейчас до сих пор находятся в разработке, на согласовании и вот так далее. А вообще какие проекты молодежного правительства наиболее успешные? Ну, перечислить, чтобы вот, может быть, что-то, о чем мы знаем, но мы не знаем, что это молодежное правительство. Да, конечно, конечно, Ирина. Ну, конечно же, хочется отметить, что это проект ПУСК, передвижной учебно-строительный комбинат. Он как бы направлен на подготовку кадров в районах. То есть это по техническим специальностям. Человек может пройти сначала дистанционное обучение, потом поехать уже на местность, где там уже на местности, соответственно, учиться каким-то таким вот строительным специальностям, техническим специальностям. И, собственно говоря, пройти вот эту вот двухфазовую ступень образования, получить уже корочку о переподготовке. И остаться работать в том или ином районе, у Луси, на Слеге. Потом второй проект – это проект Лига здоровья. Он завершился буквально у нас вот осенью этого года. Это проект направлен на то, чтобы популяризировать массовый спорт, привлечь жителей для занятий массовым спортом, потому что у нас есть существующая проблема. В силу наших климатических условий мы не можем заниматься, допустим, пробежками на улице. То есть зима нам ставит определенные рамки. Но массовый спорт, он должен развиваться. И благодаря этому проекту мы привлекли мастеров международного спорта, таких как Сардану Трофимову, которая как раз-таки дала мастер-класс на площадке Триумфа. И как раз-таки совместно со Сбером мы создали коллаборацию в рамках «Зеленого марафона». И там на стадионе «Юность» мы провели такой мастер-класс и уже как бы забег. Потом следующий проект у нас был инициированный к году матери. Это QR-код брошюра для молодых родителей. Мы задались вопросом вообще рождаемости, демографии у нас, как не только в стране, но и в нашей республике. И пришли к выводу, что на самом деле в поиске информации мы попадаем на различное количество источников. И каждый раз приходится фильтровать информацию. Одна актуальна, другая не очень. Третья может составлена не экспертами и не медиками вовсе. И у нас возникла идея, а что если создать такую QR-код-брошюру, где каждый молодой житель республики или жительница республики, которая хочет создать семью, родить ребенка, они могут навести этот QR-код и увидеть всю подробную информацию касательно каких-то выплат, какие витамины необходимо принимать, какие анализы необходимо сдавать. И все по течению беременности. Это мы создавали совместно с участием уже экспертов, акушер-гинекологов и так далее, совместно с медиками. Потом у нас есть проект «Твой опыт». Это проект, направленный на стажировки в сельскую местность, в те органы, где госслужащий может на месте уже изучить свою специфику, как там ведется работа муниципального служащего. И уже по истечении двух или четырех недель он будет осознавать ту или иную специфику каждого района республики, потому что она так или иначе отличается. И как раз-таки взаимодействие вот этих вот двух структур, оно дало бы такую положительную продуктивность в взаимодействии. Ну, проектов на самом деле очень много. Есть проекты, которые перетекали из состава в состав, и уже сейчас на постоянной основе они реализовываются министерствами здравоохранения, министерствами инноваций. Это такие вот как бы и деловые игры, и конкурсные какие-то мероприятия, которые уже как в традиции укоренились. А вот в кадровых конкурсах принимают обязательно участие члены молодежного правительства? Ну, вот раньше была игра «Министр», в этом году «Якутия вперед». «Якутия вперед», да. Но, конечно же, это, мне кажется, для любого инициативного человека это очень полезно. Во-первых, это не только вот как конкурсность участия, да, это возможность получить обратную связь от экспертов касательно развития компетенций, софт и хардскиллов. То есть это полностью раскладка по твоим каким-то вот возможностям, где их можно усилить. Кстати, вот это очень хорошая возможность для всех тех, кто хочет оценить себя, оценить свой уровень, те, кто всегда в стремлении в развитие. И, конечно же, участие в таких конкурсах, таких как «Министр», «Таланты Якутии», которые реализовывались два года подряд. Вот «Якутия вперед», даже участие в лидерах России, и участие в программе «Муравьев-Амурский». Это вот те, скажем, конкурсы, которые, ну, так или иначе, есть у каждого, если, ну, каждого первого, наверное, может быть, даже члена молодежного правительства. Ну, вот если говорить о проектах, ну, действительно, проектная деятельность, даже есть отдельный департамент, да, проектной деятельности в структуре администрации. Понятно, что проектом мы называем то, что на стыке разных ведомств, да, то есть те проекты, которые вы приводили в пример, там, с теми же мамочками, там, и Минздрав, и Минтруд, да, в части социальных, там, и так далее. А вот, ну, с проектами понятно, да, а можно ли действительно повлиять на решение политическое какое-то, являясь членом молодежного правительства? Безусловно, можно, так как члены молодежного правительства, они обязательно входят в состав общественных советов при министерствах и общественных коллегиях. То есть мы участвуем в обсуждении каких-то вопросов ведомства, можем привнести какие-то свои инициативы по тому или иному вопросу. И уже, соответственно, как бы в дальнейшем это будет рассмотрено, там, утверждено, не утверждено. То есть такая возможность, безусловно, она есть. Вот на Телеграм пришел вопрос. Молодежный парламент — это другое, и как вы с ним работаете? Молодежный парламент, да, это структура при Государственном Собрании Ютумен. Там они тоже копируют свою, как бы, структуру взрослого уже состава, да. И мы с ними взаимодействуем по части каких-то законотворческих инициатив. Я думаю, вам наиболее-более подробную информацию расскажет Антон Васильев. Это вот председатель нынешнего состава Ильту Молодежного парламента. Но мы с ними ведем... Водители нашей службы интернет-вещания. Вот, тем более непосредственные коллеги. И с ними мы ведем кооперацию по части именно законотворческих инициатив. Сейчас мы планируем и вообще как бы настроены на совместную проектную деятельность. И для нас это будет очень большим плюсом объединения в каком-то проекте таких двух очень значимых общественных организаций республики. Ну вот, знаете, хочется задать личный вопрос немножко, да. У вас есть здесь своя работа. Помимо этого вы пишете диссертацию, как мы выяснили. Вы, значит, певица, преподаватель. Зачем лично вам вот еще такая большая общественная нагрузка? Ну, наверное, дело в том, что мне не безразлично развитие моей родной республики с позиции молодого специалиста. Я вижу какие-то, может быть, предложения, которые могли бы улучшить что-то в культуре, допустим, по части музыки, да, которые помогли бы молодым ученым. Вот я как раз таки являюсь аспиранткой, входя вот в эту вот систему, ты уже видишь, как можно помочь. И, конечно же, это большая, наверное, любовь к своей малой родине, которую ты хочешь видеть растущей в экономическом плане, демографическом плане, в культурном плане. То есть это, наверное, вот больше от любви к своей родной. И вы недавно вернулись в Конгресс на молодых ученых. Расскажите, ну, буквально пару слов, что это было за мероприятие. Тоже интересно. Ну, это достаточно такое масштабное событие уходящего года. Оно каждый, вот уже третий год проводится по, как бы, инициативе Владимира Владимировича Путина, который ежегодно приезжает, встречается с молодыми учеными в различных областях. Они представляют ему какие-то проекты, новшества, технологические решения, которые сейчас-таки очень актуальны на повестке импортозамещения и технологического роста. Вообще этот Конгресс вот в этом году он собрал более 5000 участников, более 5000 ученых, ведущих ученых. Это из России? Да, с России. Со всей страны? И также с участием международных гостей, то есть это приглашенные. Там были с Африки, с Ирана и так далее, вот те вот, которые входят в страны БРИКС. И как раз-таки на этой платформе, вот Конгресса, который проходит в Сириусе, это парк культуры и науки, там собираются ученые, где могут обменяться мнениями, тенденциями и как бы найти точки соприкосновения между научными организациями и вузами. То есть, кстати, к слову о решениях, которые были приняты на Конгрессе молодых ученых, Владимир Владимирович поддержал стипендию в размере более чем 60 тысяч для аспирантов. Это будет выдано 2000 аспирантов, перспективным аспирантам в различных областях. То есть, вот такая вот поддержка молодых ученых, это большой шаг на поддержание научных школ, на вообще развитие науки и технологий. В последнее время очень часто разговоры о том, что современная молодежь не особенно хочет получать классическое образование. В нашем понимании классическое образование. Что университет — это лишняя трата времени, можно закончить курсы и пойти сразу, войти-войти немедленно, вот как это сейчас модно, либо открыть и развить бизнес, не теряя времени. Вот ваше мнение, хотелось бы по этому поводу узнать. Ну, как мне кажется, что вот наблюдая тенденцию у молодежи, я работаю тоже с молодыми, подрастающими поколениями. Сейчас наблюдается какая-то вот толчок к более таким углубленным знаниям. То есть, молодежь хочет учиться. Она понимает о том, что, как вот раньше говорили и сейчас говорят троекратные Ленина, учиться, учиться, еще раз учиться. Это, конечно же, набирает свои обороты. У нас очень динамичное время, период глобализации, потом развитие технологий. То есть, жизнь, она настолько динамичная, что образовываться актуально на протяжении всего периода жизни. Потому что меняется все колоссально. И, конечно же, система образования, она претерпевает какие-то изменения. Она подстраивается под определенные вызовы технологические, под цифровизацию, которая сейчас очень интенсивно идет. Но образование, оно всегда будет цениться. И чем больше человек образовывает себя, наполняет и культурно, и какими-то вот в нем закладываются определенные стержни, определенные какие-то моральные качества, которые, мне кажется, в настоящее время будут очень актуальны и будут очень цениться. Ну и да, и в последнее время, ведь много говорят о среднепрофессиональном образовании, повышается его престиж действительно, и конкурсы в колледже... Достаточно большие. Достаточно большие, да. То есть уже это абсолютно нормально, выбрать профессию раньше, закончить колледж, потом подумать, может быть, стоит выбирать. Плюс сейчас очень много ведется именно профилитенционных каких-то мероприятий. У нас и руководство республики очень сильно заинтересовано в том, чтобы у нас было большое количество грамотных, талантливых специалистов, которые как раз-таки были бы привлечены именно на местах, работали, и также работали и в сельских территориях, потому что их развитие тоже очень немаловажно сейчас. Но вот профилитенционные какие-то мероприятия, они сейчас ведут куда большую деятельность, больше охват для того, чтобы молодые выходцы со школы, они уже примерно понимали, что они хотят, какой вектор им, собственно, строить в своей профессиональной деятельности. А что вы думаете о системе наставничества, которые вот сейчас возрождают вроде бы с новой силой? Полезно это? Ну, система наставничества, на самом деле, это очень большой стимул. Это большой стимул, и это также налагает определенную ответственность, когда рядом с тобой наставник достаточно большого, может быть, ранга, большого уровня. То есть это дает тебе колоссальнейший опыт. Неважно, это наставник, может быть, при какой-то организации либо твой личный наставник. Это дает возможность тебе увидеть, каким может быть человек в развитой профессиональной среде, и каким можешь быть ты. То есть это все же сопоставимо. Поэтому я считаю, что система наставничества, она поможет избежать каких-то ошибок, поможет построить свой вектор, правильный вектор развития. Ну и, во-первых, это обратная связь, которую ты можешь непосредственно получить уже. Поэтому система наставничества – это то, что как раз-таки нужно для прорастающего поколения в том числе. У нас в Якутии очень много возможностей для самореализации. И вот некоммерческие организации как раз одна из тех возможностей, которые помогают реализовывать идеи, проекты. Вот как работа в этой части у вас поставлена? Наверняка, у вас же столько проектов вы перечислили. Наверняка есть какие-то некоммерческие организации? Или как это делается? Ну, несомненно, сейчас у нас как раз-таки, благодаря действиям нашей республики, у нас очень большая работа ведется по поддержке НКО, о том, чтобы они участвовали в грантовых конкурсах, реализовывали свои инициативы не только на грантовых конкурсах нашей республики, но также выходили на грантовые конкурсы «Росмолодежи», фонда президентских грантов. То есть в кооперации с ними мы можем реализовать определенный грант. Также при поддержке как раз-таки первого председателя молодежного правительства была заслушана концепция «НОФМУ». Это фонд поддержки молодых ученых, который до сих пор уже сколько лет прошло. На протяжении более 10 лет они организуют свою деятельность при поддержке молодых талантов, организуют академическую мобильность, помощь при написании диссертации. То есть это вот такая вот большая организация, которой развиваться и развиваться, и которая вносит значительный вклад в развитие науки, культуры нашей республики. Ну вот вы вначале упомянули, что общаетесь, встречаетесь с коллегами из других регионов, в том числе на съездах и так далее. Но вот в этой связи у меня два вопроса. Во-первых, что вас объединяет, чем вы похожи, и в чем вы разная? То есть чем молодежь Якутии отличается от уральской или сибирской? Наша Якутия – это поистине уникальный регион. Это самая большая территориальная единица в Российской Федерации. И, конечно же, у нас есть свой колорит. Этот колорит, он огромен. Также это условия, в которых мы живем. Несмотря на суровость климата, у нас формируется какой-то определенный стержень в характере, определенная вот своя душевная теплота, гостеприимство. То есть, конечно же, это нас отличает в этом, потому что на такой большой территории, в таком суровом климате, при этом мы очень сплоченные. По характеру, по каким-то таким стремлениям к усовершенствованию – это действительно один из тех показателей. Конечно же, молодежь везде разная. В различных субъектах она отличается. И в этом и плюсы, что ты можешь изучить специфику региона, пообщавшись с общественными организациями, действующими в рамках определенного субъекта Российской Федерации. Ну и тоже вначале вы сказали, что ты идешь в молодежное правительство, когда тебе хочется что-то изменить. Вот что, по вашему мнению, нужно в Викоте изменить? На что нужно обратить внимание действующему правительству? Вот так вот, в форме рекомендаций. На самом деле, вектор развития нашей республики, он достаточно такой правильный, он очерченный. Есть определенное стратегическое видение, которое планомерно, шагами, шаг за шагом мы реализовываем те или иные поставленные задачи. Конечно же, это по части финансирования молодежи, это по части привлечения кадров, чтобы избежать отток кадров. Это, конечно же, привлекать наших же специалистов, которые обучаются в вузах нашей страны, в Москве, Санкт-Петербурге и так далее, на то, чтобы они реализовывались в нашей республике. Конечно же, это вопрос заработных плат, потому что всегда этот вопрос очень стоит. вопрос поддержки демографической, возможность какое-то изменение именно в части поддержки именно молодых семей, потому что у нас рождаемость все-таки, она по возрасту немножечко отличается в этом плане. А так, в принципе, вектор очень верный, очень правильный. Единственное, что мы можем сделать, это очень плотно работать, вносить свои инициативы и по мере своих возможностей, своих компетенций предлагать что-то на усовершенствование. Ну вот чтобы не уезжали или чтобы возвращались молодые люди, что можно, что нужно сделать? Ну, конечно же, это, мне кажется, привлечение их в участие в молодежной политике. У нас сейчас создаются достаточно много мероприятий, такие как МУСУ-СТАР, на базе которых есть поддержка молодых проектов, плюс привлечение это касаемо те же заработные платы. Они у нас, допустим, бывают выше, чем в других субъектах Российской Федерации. И поэтому для молодого специалиста это есть где развернуться. Плюс это дальневосточный гектар, дальневосточная ипотека, то, что у нас есть для молодых семей, там достаточно низкий процент, если вот сравнивать. Поэтому условия, они создаются, и с каждым годом они все усовершенствуются и совершенствуются. В общем, возвращайтесь, не уезжайте, для вас есть место для реализации и в молодежном правительстве. Каждый важен, каждый важен. Спасибо вам за то, что рассказали так подробно о работе молодежного правительства. Теперь больше знаю про это. Желаю вам успехов, всегда оставаться в лидерах. Спасибо. На этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19.15. Расскажем, чем живет Якутия.